МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok В Бийске будет мусорный. Контейнеры для эксперимента уже изготавливаются. Темпы реализации идеи перевода сбора мусора в частном секторе на тарный способ в данный момент зависят от скорости изучения заявок Роспотребнадзора. Мы будем ждать ответа от Роспотребнадзора, чтобы мы понимали, где мы можем организовать заречья, каким образом, что и как. Может быть, там найдутся добровольные помощники, которые свои контейнеры поставят на площадку и образуют общую площадку по сбору мусора. Место, где будут устанавливаться экспериментальные мусорные площадки, определено – улица Горького. Причин такого выбора несколько. По этой улице проходит поток автотранспорта в Белокуриху. Там расположено несколько социальных объектов, и ширина самой улицы предварительно соответствует требованиям установки площадок для сбора ТКО. Как стало известно, кроме стандартных баков по 0,75 куба, здесь будут устанавливаться и более объемные контейнеры для крупногабаритного мусора. По предварительным расчетам, стоимость бетонной подушки и ограждения площадок может варьироваться от 10 до 20 тысяч. Тендер на изготовление следующей партии мусорных контейнеров будет объявлен уже в августе. Кто увез, неизвестно, когда вернут тоже. Завеса тайны исчезновения баков с мусорной площадки по адресу Трофимова, 135, по-прежнему опущена. Тем временем сама площадка поддерживается в чистоте. Правда, контейнеров на ней по-прежнему нет. Сегодня загрузили 8 баков. Итого за 4 дня 24 куба ТКО. Осиротевшую без баков площадку работники регионального оператора продолжают убирать по тому же графику, что и до пропажи контейнеров в два раза в день. Только кроме водителя сюда теперь приезжают и рабочие, которые собирают мусор вручную. Мы по своей инициативе как бы все это убирали. Нету баков. То есть жители привыкли как сюда валить, так и валят. Мы приехали, сами убрали. В день, когда случилось таинственное исчезновение, Владимир Очищалкин работал на этом же маршруте. Говорит, что сразу обратил внимание на следы. После обеда приехали, вторым рейсом собираем. Приехали, обнаружили, что их нет. Тут мусор уже наваленный. Подумали, что контора забрала в ремонт. А оказалось, что их украли отсюда. След был грузовой машины тут. Ну, не нашей. Протектор другой машины. У нас резина другая совсем. А там вообще другая резина была. Машина грузовик. Какой-то КАМАЗ может такой же. Потому что их так руками не загрузить. Видать, что тоже так же их как-то забрали отсюда. Поиски исчезнувших отсюда баков, по информации управления ЖКХ, пока результатов не дали. Напомним, что еще на прошлой неделе администрация обещала изыскать резервы и оборудовать злосчастную площадку. Правда, с оговоркой. Ситуация форс-мажорная. Ведь по закону собственники жилья, как мусорообразователи, должны сами обеспечить себя местом накопления ТКО. Проблем, может быть, и не было бы, если бы здешние дома обслуживала управляющая компания. Или было организовано ТСЖ. Старенькие двухэтажки обслуживают себя сами. Вряд ли их жители готовы к таким дополнительным затратам. Между тем, в связи с привлечением дополнительной рабочей силы, себестоимость рейсов на эту мусорную площадку у регионального оператора подскочила вверх. Сколько еще времени спецобслуживание центральное сможет заниматься такой благотворительностью, неизвестно. Марина Волкова, Иван Зяблицкий, Будни. Снова в школу. Уже через полторы недели в Бийске начнут проверять готовность школ и детских садов к новому учебному году. Представителям межведомственной комиссии предстоит пройти десятки учреждений образования. Так называемая приемка школ и дошкольных учреждений в нашем городе стартует в начале августа. Об этом рассказали в Управлении бийского образования. В состав межведомственной комиссии входят представители разных ведомств. Это и МЧС, Государственный пожарный надзор, ГИБДД, Роспотребнадзор. Особое внимание в ходе проверок уделяется пожарной безопасности. Добавим, что приемка продлится практически до середины августа. За это время проверку пройдут десятки детских садов, школ, а также учреждения дополнительного и среднеспециального образования. Если будут выявлены серьезные нарушения, то объект образования не запустят. В Бийском районе неизвестные устроили погром в местной школе. Для чего злоумышленники проникли в помещение, пока неизвестно. Больше всего это похоже на бестолковую шалость. Вот такой беспорядок оставили после себя неизвестные личности. Они проникли в школу села Усяцкое Бийского района. Ничего при этом не похитили, а просто сломали технику. В частности, развратили ноутбук и системный блок. О случившемся в полицию сообщил сторож. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и ведутся поиски виновных лиц. Добавим, что данный инцидент никак не повлияет на начало занятий. В эфире информационная программа «Будни». Смотрите далее в выпуске. Хмельной бутик на каждом углу. И как бичане относятся к пивным магазинам в жилых домах. Поднялись выше на одну строчку. Убийские пенсионеры стали серебряными призерами спартакиады Алтайского края. АЭС «Финанс». Тариф «Поддержка». Сбережение по 13,5% годовых. Бесплатные юридические консультации для членов кооператива. АЭС «Финанс». Сток-магазин «Евростиль». Платье 250 рублей, джинсы 450 рублей, футболки 150 рублей. До 64-го размера «Евростиль». Улица Вали Максимовой – 60. Наверняка вы уже слышали о КПК «Зенит». Самое время познакомиться поближе. Для вас новый тариф со ставкой по сбережениям 20,25% за 18 месяцев. КПК «Зенит». Пора действовать. Родители, за школьной формой, обувью, рюкзаками и аксессуарами идем в магазин «Радуга». Виск, торговый центр «Фортуна», 3-й этаж, Васильево, 44. Итак, мы продолжаем. Накануне ночью в Наукограде в Приобской части города взломали киоск. Раскрыть преступление по горячим следам помогла бичанка, которую разбудил злоумышленник. Подробности далее в сюжете. Глубокая ночь района Б, небольшой киосок на улице Декабристов. Судя по всему, еще накануне злоумышленник заприметил эту торговую точку. Проработав преступный план, дождавшись, когда все в округе улягутся спать, мужчина надел перчатки и отправился на дело. При помощи этих инструментов злоумышленник отогнул металлический лист. Ногой пробил гипсокартон и пробрался внутрь. Сильный грохот и разбудил молодую бичанку, которая проживает в соседнем доме. Увидев, как неизвестный таскает вещи из киоска, она сразу же позвонила в полицию. Группа приехала незамедлительно. Жулик даже не успел убежать. Он спрятался в кустах и его задержали. Полсотни сигаретных блоков, спички, пакеты – это все, что успел вытащить злоумышленник из киоска. Задержанному 27 лет. Он во всем сознался и написал явку с повинной. Но вот что интересно. Оказывается, что парень местный, Абевский, и живет буквально в нескольких метрах от торговой точки. По данному факту сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело. А раскрыть преступление по горячим следам помогла бдительная бейчанка, которая взяла телефон и сообщила о происходящем в полицию. Евгений Плохотин при содействии пресс-службы бейской полиции. Хмельной бутик на каждом углу. Большинство бейчан возмущены размещением пивных магазинов в многоквартирных домах. По мнению горожан, такое соседство приносит массу неудобств местным жителям. А еще и негативно влияет на бийскую молодежь. Ну, конечно, это непорядок. Там мимо проходишь, неуютно. И там, во-первых, не убирается, и там валяются стаканы, и там вообще бутылки. И все это, туалета нет, как всегда, и все это такое. Ну, я отрицательна. Потому что это беспокойство для жильцов и для мелочи, конечно, тоже это не очень хорошо. Я имею в виду детей. Да, мне без разницы, где они находятся. Я вообще лучше за то, чтобы их не было. Без разницы, в доме, не в доме, просто чтобы их было меньше. Тем самым, просто они как бы людей провоцируют, что ли, выпить их. В шаговой доступности пивнушки – это отрицательно. Народ спивается, наверное, плохо это. А люди уже после 10 часов отдыхают, а там самый разгар, веселье начинается. И потом, это если хорошо, зашел, купил и ушел. А если начинаются оргии какие-то, ну, нет, нет, отрицательно. Они же шумят там, они там пьют, и где-то туалетов нет, они за угол ходят, пахнут. Потому что у нас в соседнем доме там бардак творится, это вообще кошмар. Подают плохой пример нашим детям, во-первых. Потому что, это провоцирует к тому, чтобы идти и пить, выпивать, наверное. Поэтому нужно, чтобы их было поменьше. Ну, потому что вечный шум, гамма и тому прочее. Постоянно полиция приезжает, забирает, разбирается. Отношусь я к этому крайне отрицательно. Потому что идет спаяние молодежи, деградация нации, самого важнейшего ресурса любого государства. Я обеими руками против. Делать этого нельзя. Отвратительно относимся. А почему? Ну как, мы же за здоровый образ жизни, за здоровую нацию. Я считаю, что надо определенное место для этого дела. Определенное. Очень плохо отношусь к этому. Не только это в городе, и в деревнях такая проблема существует. Нужно отводить места и убирать их, эти бутики, с первых этажей, с неотведенных мест. Вы знаете, это крайне негативно. То есть это слишком перебор. У нас больше пивнущих, чем продуктовых магазинов. И мы ничего сделать не можем. Арендует, сдают. Все. В Бийске пивной бизнес пользуется большой популярностью. Особенно сейчас, в летнее время года. Многие предприниматели считают это дело достаточно выгодным. Поэтому со временем открывают все больше точек. Сейчас хмельные бутики в нашем городе расположены практически в каждом доме. Особенно это касается многоэтажек, находящихся на красных улицах. Отметим, что федеральный закон, который регулирует розничную продажу алкогольных напитков, не запрещает размещать пивные магазины в жилых домах. Единственное, существуют некоторые ограничения. Например, нельзя продавать слабоалкогольные напитки рядом со школами, детскими садами, а также медучреждениями. А именно в радиусе 100 метров. Добавим, что уже неоднократно на федеральном уровне обсуждалась инициатива о запрете размещения подобных объектов в многоквартирных домах. Однако никаких мер до сих пор не принято. И к новостям спорта. Бийские пенсионеры стали вторыми на краевой юбилейной спартакиаде Алтайского края. По сравнению с прошлым годом, они улучшили свой результат и поднялись на одну строчку в итоговой таблице. Спартакиада пенсионеров проходила в краевой столице. Она стала десятой по счету. На старт вышли порядка двух тысяч человек со всего региона. В соревнованиях участвовали женщины, кому за 55, и мужчины старше 60 лет. Всего было восемь команд. Пальму первенства они оспаривали в волейболе, настольном теннисе, шахматах, легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, дарцы и комбинированной эстафете. Что касается общих итогов, то первое место в командном зачете завоевал Барнаул, второе у команды пенсионеров Бийского округа, третье – Заринского. Наши бабушки и дедушки практически во всех видах спорта оказались в призах, а в дарце даже завоевали золотые награды. Андрею Евгеньевичу Щукину. И настало время рассказать о погоде. Итак, завтра, 23 июля, в Бийске переменная облачность, ветер переменных направлений. Геомагнитная обстановка может вызвать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. И о температуре ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 21, плюс 23. И это все новости на сегодня. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск мой город», на Ютьюбе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru. Счастливо! Еще увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова